Здравствуйте, дорогие соотечественники! 20 ноября 2021 года, время Пастаня 20.02. У меня сегодня эфир, интервью с Анаида Демирчан, жена Игоря Дружнова. Игорь Дружнов проставился у нас недавно. 20 сентября 2021 года случилась драма, трагедия. В Алматы весь Казахстан знает не то, что Казахстан, а уже и в России, и другие страны информация просочтилась. Казалось бы, планальная такая ситуация. Банк хочет взять, вернуть долг, который выдавался в виде кордита. И это обернулось трагедией 20 сентября, когда представители, судоисполнители, банк это значит, судоисполнитель, полицейский, покупатель какой-то, пришли к должнику Игоря Дружнова, разыгралась трагедия. Пять человек погибло в результате этого. Игорь Дружнов расстрелял двух полицейских, судоисполнителя, покупателя, его товарища. Вот такая драма, да. Время уже прошло, определенное там общество сколохнулось. Это большие изменения, это вызвало вот это, то, что такая трагедия разыгралась. На правительственном уровне там власти начали реагировать, сейчас рассматривают, чтобы законы поменять. На один год сделали мораторий, вот это самое первое, что случилось на выселение. Сказали, не будем выселять. Судоисполнители там выходили, мы говорим, больше не будем исполнять решение судов по выселению граждан. Там Тукаев недавно отсчитывался, что будут изменения в части того, чтобы возле банковских структур больше не было аффилированных этих лиц юридических, физических, которые, как вот эти, знаете, стервятники там кружат. Они кружат в банках, сидят в офисе. Эти оценщики, страховщики, люди, которые являются профессиональными выкупателями, которые имеют прямую вот эту цепочку к директору филиала, выходят, да, покупатели, они несколько недвижимости сразу покупают, да, судоисполнители ангажированные, полицейские. Вот в этом деле даже вот решение суда было о том, что исполнять нельзя, отложить надо было определение. Несмотря на это, начальник РОП районодел полиции выдает этого полицейских, не одного, а двоих. Видите, там интересы огромные, там мафиозный, клубок целый. Ну, я сейчас хочу предоставить слово Анаиде Демирчан, пусть она расскажет своими словами, как это, что. Первое, Анаида, здравствуйте. Здравствуйте, Иржан, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Анаида, я вас первое, что хотел вас попросить, вкратце свою биографию расскажите, пожалуйста. Вы гражданка какой страны, семья у вас как, бизнесом как занимаюсь? Моим зрителям было бы интересно это. Я гражданка Казахстана, и мой муж, и мои дети, и все мы граждане Казахстана. Около 30 лет назад мы с моим мужем Игорем Дужновым создали семью. У нас родилось трое детей, наша семья всегда была крепкой, и в горе и в радости мы были всегда вместе. Даже несколько лет назад мы пережили цунами, и все спаслись, все с семьей. Поэтому нас, в принципе, ничего никогда не могло разлучить. И даже бизнес у нас с мужем всегда был общий. Мы строили планы, мы пытались расширить бизнес, думали о будущем своих детей. Наверное, как все казахстанцы, как все вообще нормальные люди. И думали, наивно полагали, думали, что банки нам в этом помогут, так как какие-то новые проекты требовали больших затрат. Но, уверовав в это, мы попали в хитрую банковскую мошенническую схему. Банк, уверовав в нас в том, что, взяв наши все залоги, выдаст нам кредит и через полгода нам продлит. И расширит кредитную линию, чтобы нам хватило уже на новые проекты, на строительство спортивно-здоровительного комплекса. Выдав был кредит 96 миллионов. Залоги были оценены внутренней оценкой банка, самого банка, около полтора миллиона долларов, что прописано прямо в договоре и в валюте в долларах. Несмотря на это, банк не сдержал свои обещания. Через полгода он отказался от всего. И на нашей совести остались вот эти миллионы. Ежемесячное погашение составляло более двух миллионов тенге. Конечно же, для нашего бизнеса, скромного бизнеса торговли и велнес-индустрии, начинающего с салона красоты, это было неподъемно. Мы неоднократно обращались в банк, пересмотреть, пойти нам навстречу. Несмотря на это, мы около двух лет добросовестно выплачивали эти проценты и сумма основного долга составила это где-то 20 миллионов, около 20 миллионов. В итоге остаточная сумма осталась где-то 76 миллионов тенге. При этом я вот обращаю ваше внимание, залоги составляли более 200 миллионов тенге. Вот на ваш взгляд, Анавида, именно почему произошла трагедия? Что послужило с пасковым крючком вот это? Какие обстоятельства способствовали этому? Алчность, алчность банков, алчность этой системы. Если бы тогда банки, когда начались суды, когда банки взыскивали на недвижимость, несмотря на то, что заемщиком было ТО мужа, а я была залогодателем, но они сразу начали обращать внимание и обращать все иски на недвижимость, чтобы обокрасть. Я считаю, что они просто нас обокрали, потому что банки, они действовали не одни. Судебные исполнители, юристы, судьи, те же правоохранительные органы, они работали в связке. В 19-м году в Алатавском РВД было заведено уголовное дело на вот эти лица, которые действовали сообща. И это дело быстро, очень быстро свернули. Но, несмотря на это, в 20-м году нами опять были поданы жалобы. И в 20-м году прокуратура Алатавского района снова возбудила дело в отношении Турганова, Танирбергенова, судебного исполнителя и других лиц. В данный момент мы не знаем, где это дело ни в прокуратуре, ни в РВД, нигде его найти мы не можем. Но это факт, и есть материалы в дело, что уголовное дело заведено. Это, я считаю, что это преступление. Я считаю, что в банке орудует целая банда, которая отнимает имущество, и это была их цель, не для того, чтобы нам дать развиваться. Я считаю, что это на самом деле преступление. Аналида, вот теперь детали вот того дня. Вы говорили, что там предупреждали, что у вас какое-то судебное решение было, что на эту дату, на 20-е сентября вы имел судебное решение, вы его предупреждали, кого вы предупреждали, вот эти детали, пожалуйста, проясните. Что за судебное решение было? Определение суда, административного, международного суда, судьей было вынесено определение в отношении выселения. Не помню статью, но там был пункт, где было запрещено исполнять выселение, то есть запрещены все действия исполнительного производства. Несмотря на это, судебный исполнитель сказал, что я здесь закон, то есть меня это вообще никак не касается. То есть он приступил все законы, и в этом ему, конечно же, помогали полицейские. Вы говорили, что вы обращались к РОП, прокурору, и это срок этого определения, каким-то там дотерялся, до какого числа приостановлено было судебное решение, что судебный исполнитель не имел права? До 27 сентября он не имел права выселять. Было приостановлено. Несмотря на это, он пришел и действовал незаконно. Нами были поданы заявления, и начальник урок, и об этом знали сами сотрудники, эти участковые. Они говорили, они обещали мужу, что мы не придем, раз есть определение суда, которым запрещено выселять, конечно же, мы не придем. Но в тот день, 20 сентября, в 2 часа дня, они позвонили мужу и сказали, что мы едем с судебным исполнителем. Я этот разговор сама лично слышала, на что муж спросил, а как же вы же знаете, что это незаконно, почему вы тогда помогаете ему? Он говорит, это было распоряжение начальства. Вот так это было. В тот же день мы вызывали дежурного прокурора, наш представитель, юрист, показывал это определение судебному исполнителю, всем показывал, и доказывал, что юридически по закону он не имел права вообще действовать. Вызывали дежурного прокурора, чтобы дежурный прокурор ему объяснил, как по закону он не имел права вообще там находиться даже возле нашего дома. На что он сказал, что мне на все равно это наплевать. Вот сейчас идет следствие, все приостановлено, но я от вас узнаю, что вчера приходили представители банки, и куда они приходили, чего они добивались, вот это, вот это, поясните, пожалуйста, вот я показываю здесь съемку с камер наблюдения такого ваше заведение. Да, 19 ноября на территорию коммерческих помещений пришли сотрудники банка, сейчас я скажу, как их зовут, Амур Гумаров Акать Балатович, Управление по взысканию, Иманов Берек Махам Виталиевич, Управление по работе с проблемными кредитами. Они угрожали, требовали освободить помещение, грозили уголовной ответственностью, штрафами в миллионы тенге. также они угрожали моим арендаторам, что если вы не освободите, то в понедельник мы придем уже, вернемся уже не одни, и, видимо, как я полагаю, по той же самой схеме, что и 20 сентября, со взломщиками, с правоохранительными органами, то есть они, видимо, ну, хотят повторить какой-то подвиг. Понятно. Ну вот сейчас вы имеете возможность сделать обращение там кому? Прокурору? Кому вы это посчитаете нужным? Ну, во-первых, хочу добавить, что несколько дней назад в Астандыкском суде банк со своим иском по понуждению меня освободить данное помещение коммерческое, он проиграл. И нету никакого судебного решения, и у них нету права действовать вот так, как бандиты, да? И, конечно, пользуясь своими правами и пользуясь возможностью, данной вами, я хочу обратиться и к генеральному прокурору, и к Верховному суд, к международным правозащитникам, обратить внимание на весь этот беспредел. Вообще возникает вопрос, как можно защитить себя и свои права, или это мне нужно выйти, облить себя бензином, да, перед, не знаю, перед резиденцией, президентом, или где? Что нужно сделать? Нужно публично поджечь себя и показать, что, да, я никого, естественно, не хочу трогать, но я могу сама с собой покончить, потому что покончить с этим беспределом и с этой системой, да, как сказал Жовчис, что это выстрел не судебник, а выстрел в систему. Как бороться с системой, я не знаю, и кому обращаться, честно говоря, даже я не знаю. вот дорогие друзья, дорогие соотечественники, это правильно, даже вот рядовой, рядовая гражданка с нашей стороны замечает, что эта проблема носит системный характер, именно системный характер. Буквально вчера, 19 ноября, Токаев выступал в Алматы, в Ангире встречался, там отчитывался, 6 триллионов, 100 миллиардов в тенге, вовлечен, я извиняюсь, 6,1 миллион граждан страны вовлечено в потребительское кредитование, потребительское кредитование выросло на 32%, да, вот он этим хвастается, потом он сетует, что микрофинансовые организации не имеют долг, длинных денег, МКО, вот эти, ломбарды, надо им, говорит, нам изыскать деньги, выдавать, говорит, вот этот человек тем самым выказывает полное, знаете, неведение экономической составляющей, да, в жизни общества, до тех правил финансовых, что такое, что на 32% выросло потребительское кредитование, людей низкая зарплата, людям денег не хватает на бытовые, на эти нужды, на свои, обеспечивать свою жизнь, поэтому они берут кредиты, почему МКО растет тоже, микрокредитные, это бандитские организации, потому что людям, у людей нет денег закрывать эти потребительские кредиты, они перекредитовывают, я эту ситуацию в банковской сфере отлично знаю, вот занимались Игорь и Анна Лида бизнесом, я больше их занимался, 30 лет подряд вел бизнес в Казахстане, я знаю, что такое банки, что такое банковская система, что это кровопийцы, это система специально организована, чтобы выкачивать все соки с простого народа, вот человек может 10 лет, 20 лет трудиться, да, потереться, но в конечном счете, вот эти шакалы, надрабаевские банкиры, его все равно порвут, это одна сторона, вторая, каждые, вот эти все банки, мы все знаем, в Казахстане работают на семью Назарбаева, на его близких, родственников, да, и руководство банка должно обеспечивать прибыль, балансах, Назарбаев и эти интересные одержатели, Тимур Кулебаев, Дарига, все, они получают оттуда свои прибыли, бюджетные деньги тут заливаются, бешеные проценты, монопольное право, создают все условия, вся правоохранительная система заточена на то, чтобы удовлетворять в полной мере интересы банка при конфликтных ситуациях, вся полностью, ни прокуратура не работает, чтобы Назарба доделать, нет такого понятия Назарба, недавно Жаке Пасанов прямо письмо писал даже, передавая сразу нотариусам, чтобы исполнитель надпись делать, нотариус, когда даешь, судиться им не надо, видите, это вся государственная машина на это рассчитана, а кроме этого, только что Анна Илья правильно заметила, руководители банков, филиалов, сами уже создают маленькие мафиезные организации свои, туда вовлекаются судебные исполнители, частные, туда вовлекаются вот эти покупатели профессиональные, свои, вот так, залоговое имущество они оценивают, то, что говорит Анна Илья, 200 миллионов тенге, но потом раз его переоценивают на аукцион, свои заходят покупатели, фейковые, двое, на понижение, выкупают за минимальную сумму себе банку, потом они обращают внимание на другое имущество собственника, вот из-за этого трагедии произошла, почему я освещаю эту тему, потому что в состоянии, вот в каком находились Игорь Дружнов и жена его, из 6 миллионов 100 тысяч заемщиков, я не ошибусь, несколько сот тысяч загнаны в угол, там два выхода, или вот так вот как-то отбиваться, или что часто происходит, это первый случай, что когда люди вот так, Дружнов так поступил, а в основном происходит, как казахи делают, они себя бензином поджигают, поднимаются на 10 этаж, бросаются, убивают себя от отчаяния, потому что не могут, сколько ко мне, сотни людей ко мне обращались, я не знаю, что делать, я с Павлодара сейчас отсюда бензин собираюсь идти в Астану, будешь освещать, говорят, я что, судебная чажба, 7 лет, 5 лет, 10 лет, не можем найти справедливости, люди не знают, вот это, что за этим стоит, алчность банкиров, алчность Назарбаева и вот эта вот система, Тухаев, фейковый президент, делает вид, что он там этим занимается, вот пишет 7 предложений президента по защите интересов должника, он говорил, что сейчас не будут так банкиры себя вести, вот недавно только, вот мы видим вчера 19-го банкиры заходят и заходят вот только что Анна Ида опять говорит, судебное решение есть, чтобы это приостановить, акцентируйте, пожалуйста, на это что, имущество, какое судебное решение, Анна Ида? Иск помудить меня освободить помещение, якобы они владельцы, во-первых, они не доказали, что они владельцы, потому что до сих пор у них нет акта на землю, злоупотребляя своими правами, они это имущество сами себе его продали в 17-м или в каком-то там году, мы узнали об этом только в этом году, только в апреле месяце они его перерегистрировали, но земельного акта у них нет, то есть они не владельцы, они еще даже доказать не могут, потом адрес не микрорайон, а лотау, микрорайон богоношил другой совершенно, кадастровый номер не совпадает, вот в строем как раз таки решение судья Аков, когда отменял заочное по дому, он четко все описал, он описал все мошеннические действия банка, банк-центр-кредит, прямо в решении суда все это есть, описано, мало того, он же написал, судья Аков написал обращение к председателю Верховного суда, где просил принять меры срочного реагирования в отношении правонарушений правонарушений банка, на что Верховный суд не принял никаких мер, этой бы трагедии не было бы, вообще, я считаю, и не только я считаю, это считают сегодня все люди, которые находятся в этих кредитах, в этих проблемах, судебная практика по всей стране приветствует грубое нарушение прав граждан именно в исполнительном производстве, и вот так банк все время злоупотребляя своими правами нарушает наши имущественные права, в данный момент вот эта коммерческая недвижимость, она стоит, если ее рыночная стоимость, она стоит более 400 миллионов тенге, любой может посчитать, открыть там, не знаю, любую крышу или что-то, да, банк себе взял его на баланс 186 миллионов, вот судья Аков все это полностью описал в своем решении, он же мог просто взять его себе на баланс, не создавать вот этот вот цирк, вот это представление, сами себе они продали с торгов, на помежение, они могли бы все взять, как они оценили, 180 миллионов, отдать мне разницу 100 миллионов, то есть они фактически должны были мне еще, нашей семье, моей семье, но этого не произошло, и вот эта алчность, жадность, покрывательство, вот это укрывательство наше государство просто им, банкам этим, дает зеленый свет во всех их вот этих вот незаконных действиях. ну, я не знаю, я даже смысла не вижу обращения делать прокурору, вот президент говорит вчера, а сегодня вот они приходят, опять нарушают закон, здесь бесполезно, вот опять, друзья, это, вот я хочу показать фотографию, вот это Дужнов, значит, до, значит, этих событий, вот сразу после вот его избили, сейчас следствие идет, жену не пускают, что является нарушением процессуального закона, я не оправдываю Игоря Дужнова, я сразу хочу расставить точки на дни, трагедия случилась, да, в масштабах Казахстана, пять человек, молодых людей лишены жизни, пять человек, полицейские, судисполнители, вот эти гражданские, дети сиротами остались, десятки, семьи, трагедии, родители, для родителей трагедия, для всех трагедия, трагедия для семьи, Дужнова, вот жена сейчас одна, вот это ему однозначно сейчас, это будет высшая мера казахстанская, там пожизненная, там другого я не вижу, если там, конечно, состояние эффекта не докажет, это адвокаты будут разбираться, но смотрите, этого же всего можно было избежать, друзья, если бы работали законы, если бы во власти были нормальные, адекватные люди, еще раз повторюсь, системные проблемы решаются системно, мы люди должны обращать внимание на политику, мы люди должны входить в политику, наши представители, граждан, народа, вот, из нашей среды, из среды народа, должны заходить во власть, парламент, правительство, и премьер-министр страны, и президент страны, председатель переховного суда, председатель областных судов, должны назначаться нами, гражданами страны, именно к этому призывает партия Халтандао, люди, граждане, обращайте внимание на глаз вопиющего, заходите в политику, знаете, я уже три года подряд освещаю, не решается ни у кого, абсолютно ни у кого, вот эти проблемы связаны с судебной правоохранительной системой, и не будут, потому что, вот эти клоуны, Тукаевы, да, они ничего не решают, Жакип Асанов ничего не решает, это машина, гидрокоррупционная, которую насадил Назарбаев, вот они, вот так нарушая закон, попирая нормы, всех этих законов страны, ради своих личных интересов, есть ли что еще имеете, Анна Ида, вам слово, да, спасибо, я хотела про мужа сказать, при задержании Игоря Зверский избили сотрудники правоохранительных органов, как раз об этом сказали, несмотря на то, что он сдался сам, и он не сопротивлялся, но государство Казахстан в лице правоохранительных органов применило пытки против моего мужа, есть такая конвенция против пыток, и государство Казахстан является участником данной конвенции, прокуратура, судьи умышленно не дают мне видеться, общаться с мужем, нарушая мои конституционные права, я не могу быть правозащитником его, я до сих пор, я больше даже, чем уверена, что пытки продолжаются, я не могу доказать обратное, я не хочу даже верить в то, что может с ним произойти, потому что ему никто не оказал даже элементарно медицинскую помощь, понимаете, да, то есть с человеком как с быдлом обращались, и как я могу уважать это государство, которое сегодня просто против моей семьи, эти пытки это против моей семьи, я тоже сейчас не видя его, и не общаясь с ним, я не могу понять, в каком он состоянии, я обратилась в комитет против пыток при ООН с жалобой, и пользуясь случаем, хочу обратиться к международным правозащитникам, правозащитным организациям, прошу обратить внимание на нас, на нашу семью, на моего мужа, пока он жив, доживет ли он до суда, я не знаю, следователь УТЕО торгуется со мной, говорит, если ваш муж будет дальше давать показания, может я пойду вам навстречу и дам вам свидание, какие показания, он и так признался, куда еще дальше, какие они хотят от него показания слышать, я конечно же буду продолжать дальше требовать встречи с мужем и в отношении своих прав, имущественных прав, конституционных прав, зная о том, что гарант в этой стране не защитит меня, что президент ничего не сможет сделать для меня, поэтому я еще раз говорю, я обращаюсь ко всему миру и заявляю, что буду бороться за свои права и хочу вернуть все свое имущество, так как считаю, что было отобрано незаконно и на сегодняшний день то, что продолжает делать банк, неизвестно, чем это закончится и какой трагедией еще это закончится и призываю всех граждан Казахстана не сидеть сложа руки ни в коем случае не жертвовать собой, а идти выходить и бороться с этой системой и с этими преступниками, которые оставляют нас без средств существованию. Наши дети не хотят жить в этом государстве, они, глядя на своих родителей, которые все потеряли и которые не могут просто элементарно даже прокормить детей, ведь каждый день сейчас на улицу выходят люди, женщины, покалеченные, сосын, я с ними общаюсь почти каждый день, я вижу, что происходит, они разбивают палаточные города прямо перед нацбанком, их правоохранительные органы скручивают и увозят, это как? Они что, у них нет матери у этих правоохранительных органов, у этих милиции, полиции, это как? или их что, волчица воспитывала? Я хочу обратиться вот вообще ко всем людям, хватит этого беспредела, надо положить конец, кто положит этот конец? Только мы сами, мы должны, люди должны взять себя в руки. Я призываю всех, свою жизнь мы должны сами доказывать свои права. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, в Казахстане 19 миллионов живет, из них 6 миллионов 100 тысяч находятся в кредитной кабале банков Назарбаева. Все в долгах, у всех заложено имущество, бешеные проценты, плюс открывает это МКО, там вообще тысячи процентов. МКО это бандитские организации, вот эти ломбарды, ни в Европе, ни в Америке нету таких организаций, ни одно правительство не допустит такого, чтобы работали на эти стервятники. Только в Казахстане вчера, 19-го, президент Ухаев говорит, мы должны им помогать ломбардам. Народу помогать надо, вот кому. В программе партии Халк-Наду написано, как решить этот вопрос. Должен был выйти закон о банкротстве и избавить всех от долгов. Первое, второе, заработная плата должна людей быть нормальной, это минимальная зарплата 500 долларов, средняя зарплата полторы-две тысячи долларов, тогда люди не будут лезть в кабалу. А это то, что происходит, нужно Назарбаеву. Люди борются, вот, уродливую форму поборолся Дужнов, сейчас создал проблему для своей семьи, сколько трагедий. Вот этот парень, помните, судебно-исполнитель, скандал был, его по печени хорошо поставил на место хозяин дома, куда он тоже незаконно залез. Дело это закрыли, признали действия человека, который его шлюпнул по печени, законными, а его освободили от ответственности. Вот этот урод, помните, как кричал, я его посажу, эти частные судебные исполнители являются одним из щупальц Назарбаевского спрута мафиозного. Вот почему у них такие огромные полномочия, вот почему они такие, знаете, сами говорят, я его посажу, вот сегодня приходит, до этого судебное решение отменено, все равно они идут с полицейскими, пытаются забрать. Бороться с такими явлениями надо, но не обязательно вот такими вот как кулаками бить, конечно, нельзя так вот, как должно делать. Вы на это не решаетесь, да, вот, чтобы зайти в политику, постараться избрать свою партию, вы этого боитесь, но вы не боитесь взять канистру, наполнить бензином, облить себя, поджечь, оставить свое дитё сиротой, вы не боитесь подняться, и вам не лень же подняться на десятый этаж и оттуда закончить свой жизненный путь, обвиняя себя, что это вы, вы сходите с угрызениями, что это вы виноваты, что оставляете свою семью нищей, вы не виноваты, виновата Назарбаевская преступная банда, мафия, вы должны это понять, и вы должны найти в себе решительность, пойти в политику, от вас многое не требуется, вступайте в партию халтандао, все эти вопросы, которые сейчас перед обществом проблемы стоят, здесь расписаны, как решать будем, у нас хватит и воли, и знаний решить этот вопрос, не будут ни Назарбаева, ни Кулебаева, ни их Шобла грабить ни одного дня, они будут сидеть в тюрьме, банковскую систему, другую систему Казахстана, как поставить с головы на ноги, как сделать жизнь граждан Казахстана комфортной, чтобы отсюда не уезжали, не то, что там, не казахи, а и казахи уезжает же, чтобы граждане Казахстана могли трудиться, растить хлеб, строить дома, строить бизнес, оставлять своим детям, а не этим алчным банкиром Назарбаева и их мафиозным кланом, это все можно решать цивилизованным культурным путем через политические инструменты, так что, друзья, делайте выводы, делайте правильные выводы, благодарю Анна Ида за откровенный разговор, дорогие друзья, всего хорошего вам, До свидания. До свидания.